друзья всем привет сегодня хочу снять ролик водоснабжение дома многие покупают земельные участки садовых товариществ в деревнях там в коттеджных поселках еще где-то и зачастую бывает что вода не присутствует то есть либо нет центрального водопровода ну скважина понятное дело это вообще в принципе достаточно дорого как решил эту проблему я я когда строил дом первым делом что я сделал на своем участке это соответственно я вырвал колодец вот у меня колодец три года назад была в москве засуха и по всему горизонту вода ушла соответственно мне пришлось данный колодец углубить то есть на данный момент у меня девять колец я еще добавил в него три кольца значит каким образом я организовал подведение воды в дом сейчас вам расскажу после того как я построил дом мне потребовалось вода я долго ломал голову что лучше сделать узнал про местный водопровод но местный водопровод не не очень по нам не понравился потому как скажем воду которую я видел у многих вода достаточно ржавая трубопровод древний ну и принципе как я не захотел с этим связываться хотя мысль в общем то такая была потом я все-таки решил выкопать колодец то есть закопал первые девять колец сейчас у меня из 13 6 колец стоит с водой значит что мне потребовалось для того чтобы подвести воду в дом давайте по порядку пойдем здесь мы сделали розетку из дома вывели соответственно здесь находится перекладина за нее зацеплен трос и на тросе висит насос моем случае насос который кидает воду до 45 метров это джиликс по-моему слепаем не изменяет вот из дома я покажу из дома у меня выходит труба взял обычную пнд трубу тридцать вторую и вот в данном месте здесь за качелями меня она заходит я не делал разрывы трубы здесь дом у меня заходит труба то есть как получается она отсюда вот выходит вот так вот идет полукругом цельная труба в чем ее преимущество в том что она гнется абсолютно спокойно без проблем и идет туда в колодец колодец она заходит вместе с этой трубой соответственно идет электричество потому как нужно было сюда подвести розетку вот она заходит труба и мы вместе с краном заходит внутрь таким образом я подвел воду в дом но мне ее нужно было каким-то образом сделать так чтобы вода поставлена в дом где-то хранилась и насос не может быть постоянно включен потому что вода будет просто-напросто переливаться соответственно должна была быть какая-то автоматика что я для этого сделал как я организовал значит дальше вот где идет утеплитель здесь меня вот эта труба 32 заходит в дом вот она зашла в дом и идет через фильтр идет дальше в ванну в ванне у меня стоит в общем-то все оборудование ну здесь я пытался была попытка подключения центрального водопровода это отдельная история закупанные деньги в землю тем не менее с ним с центральным водопроводом ничего не не получилось потому как они просто забыли чтобы она была отключена там 80 каком-то году и в общем то здесь он трубопровод не проходит колодец есть но он попросту не работает даже они забыли где находится у них люки и так далее значит вода заходит вот здесь вот в дом через вот этот фильтр она проходит очистку и идет дальше в ванну где стоит значит вот она вот здесь вот эта труба которая от фильтра идет идет дальше к расширительному баку вот тот самый расширительный бак и на данном баке сейчас я покажу находится автоматика то есть при заполнении определенного количества воды из колодца вот это вот автоматика она настроена у меня на полном три с половиной атмосферы она отключает вот этот бак у меня 80 литровый дальше что он делает этот бак дальше у меня сделано разведение вот от бака дальше пошла вода и соответственно здесь у меня стоит стоит переключатель то есть я буду могу отключить идет холодная вода то есть у меня здесь пошло ванну вот идет вода вот она пошла холодная вода идет непосредственно на кран то есть вот если я его открою вот но кто-то скажет мне в принципе достаточно холодной воды больше не нужно я вам скажу что если вы подводите воду в дом соответственно нужно обязательно организовать и горячую воду стоит это относительно недорого что для этого нужно для этого нужно просто повесить бойлер вот у меня висит бойлер покупала его абсолютно недорого там тысяч может быть за 34 за 5 час на скидку же не помню было пять лет назад значит что идет дальше дальше отсюда вода должна попасть как-то в бойлер отсюда вода также под давлением из расширительного бака попадает в бойлер вы можете регулировать здесь есть автоматика то есть можно сделать потеплее похолоднее там зависимости от количества народу чем чаще вы сливаете горячую воду соответственно тем больше она будет потреблять электричество и соответственно больше будет нагревать и чаще вот сюда подходит холодная вода через кран если вдруг что-то как-то поменять слейте я могу перекрыть слить воду и так далее и второй экран идет это уже с горячей водой который также под давлением уходит у меня идет на второй этаж здесь вот на второй этаж точнее извиняюсь уходит на второй этаж меня здесь холодная горячая идет вторая труба вот идет здесь же идет горячая вода поэтому у меня есть и холодная вода также есть и горячая вода вот скажем это относительно недорогой относительно удобный способ подвести воду в дом какие минусы из всего этого первый минус это неудобство если у вас вдруг сломался к примеру насос в колодце то есть надо предусмотреть чтобы данный насос ну скажем так у него была возможность достать его из колодца потому как если вы поставите тот же самый 32 шланг жесткий то у вас будет проблематично то есть нужно нужно какую-то лестницу организовать что туда спуститься в колодец и соответственно оттуда достать этот насос его поменять либо повесить какой-то скажем гибкий шланг но здесь тоже есть минус потому что он имеет свойство перегнивать и в какой-то момент но на несколько лет вам точно будет хватать мягкого шланга но вы с легкостью скажем дерните за трос и достанете его там открутили поменяли и опять опустили вниз в этом есть преимущество дальше продолжаем беседу на тему на тему водоснабжения дома какие еще возможны варианты для того чтобы подвести воду в дом вот один из вариантов я показал рассказал это скажем достаточно дешевый способ чтобы подвести ну относительно скажем так дешевый способ подвести воду в дом как вариант есть еще насосные станции которые ставятся в дом и соответственно вам не надо тогда будет лазить в колодец опускать туда насос и каким-то тем или иным способом доставать его из колодца какой минус какой минус у насосной станции насосной станции минус в том что она более шумно то есть если здесь у вас насос находится скажем в колодце вы его особо не слышите но когда у вас включается насосная станция там как правило гидроаккумулятор который стоит расширительный тот самый бак он это делает достаточно шумно и не всегда это может быть комфортно в плане спокойствия когда хочется отдохнуть и при скажем так с частой периодичностью постоянно будет гидробак опустошаться и у вас будет насос постоянно включаться потому как скажем мой гидробак он 80 литровый это скажем небольшой то есть бывают они больше 100 литров и порядка 200 литров нам в принципе на семью 80 литров больше чем достаточно то есть насос включается но не так часто вот в том что еще может быть понадобится насосная станция удобно тем что если вдруг что-то сломалось ее достаточно легко отсоединить отвести в мастерскую с этим проблем у вас в общем-то не возникнет но она по стоимости будет наверное подороже потому что приличной станции она будет это в районе там 20 до 25 наверно где-то тысяч но это достаточно простые способы организации водоснабжения дома но все равно как ни крути затратная часть здесь немало потому как копка одного кольца среднем номер беру по подмосковью где-то порядка там 3 800-4 тысяч это одно кольцо это только копка с установкой плюс стоимость домика там где-то порядка 4000 все зависит от того на какой глубине у вас находится вода то есть изначально перед тем как я купил участок у меня вода находилась девять колец то есть мы скажем соседи поспрашивал у кого где как у многих вот 9 колец но кого-то у нас есть центральная централизованная вода вот но повторюсь что качество воды который там находится 1000 на 60 70-х годов трубы не менялись качественно качество на самом деле ну не очень хорошая поэтому я решил что нет вода не подойдет и решил колодцем потому как если в наших местах дело скважину это достаточно дорогое удовольствие потому как у нас вода начинается от 120 до ну грубо там до 200 метров то есть стоимость одного метра для скважины где-то порядка 1900-200 и если с учетом оборудования то фактически мне это ну скажем встанет 400-450 тысяч но сумма не мало то есть перспективе все равно как бы планирую потому как исходя из того что воды и расходы достаточно много а у колодца есть огромный минус у колодца как вы понимаете присутствует дебет то есть в моем случае сейчас в колодце находится шесть колец и соответственно эти шесть колец можно легко выкачать и какой-то промежуток времени придется там либо посидеть без воды подождать пока наполнится снова при условии что скажем грунтовые воды их большое количество ну соответственно ключи и так далее вот если как вот было там два или три года назад честно скидку же не помню три года назад засушливое лето то есть у меня стоял по моему изначально два или три кольца потом вода ушла и полгода я сидел без воды потому как на дне колодца был порядка там по моему 2 3 может быть 5 сантиметров все воды не было вот потом пришла зима был снег и скажем по весне когда он растаял мне опять добавилось полтора или два кольца но я думаю как бы все конечно чудно замечательно но попробую углубиться посмотрю что будет все к своим девяти кольцам добавил еще 4 соответственно 13 но это сейчас как не обещали то что будет 5-6 колец в общем-то 5-6 колец воды стоит на протяжении там уже двух лет пока проблемы с водой особо нет вот но скажем я мысль не отпуская по поводу скважины потому как скважина она нужна то есть если вы планируете что-то выращивать если вы планировать поливать деревья деревья не очень много берут воды то есть одним ведром одним ведром полива дерева не отделаетесь то есть там если брать как делали раньше наши старики они кидали просто шланг под дерево и соответственно там два-три раза сезон это обязательно надо сделать чтобы деревья у вас хорошо росли их нужно соответственно подкармливать ну помимо удобрений соответственно нужно еще давать им воды напиться вот если у вас остаются какие-то вопросы можете смело задавать что-то может быть забыл что-то недорассказал в комментариях с удовольствием отвечу а так если понравилось видео ставьте палец вверх продолжение следует